С 1 января 2015 года вступают изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся налогообложения, трудовых норм, страховых отчислений и многие другие. В связи с этим было принято решение провести семинар, совещание с индивидуальными предпринимателями Ленинского района и ознакомить их с нововведениями. 18 ноября состоялось совещание руководителей организации малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, представителей Государственной инспекции труда Московской области и Пенсионного фонда. Цель мероприятия – ознакомление предпринимателей с изменениями в законодательстве Российской Федерации. В Ленинском районе насчитывается 1305 субъектов малого и среднего предпринимательства. Налоговые поступления в бюджет района составляют 54%, в связи с чем на малый бизнес делается большая ставка. Вы даете работу сами себе и другим людям, вы предприниматели. Бизнес и власть априори должны быть нераздельны. Только вместе мы сможем достичь самых больших результатов. Представитель Государственного надзора за соблюдением трудового законодательства постарался обратить внимание предпринимателей на основные ошибки в их работе. Сознание того, что раз у меня не завод, не фабрика, не горно-обогатительный или какой-то комбинат, значит все то, что там где-то прописано, расписано и так далее, оно ко мне не относится. Я-то всего лишь навсего микро-микро-микро-бизнес. Так вот, значит, с точки зрения законодательства разницы никакой нет. Трудовой кодекс, он распространяется на работодателей и работников. Взаимоотношения между работниками и работодателями определяет Трудовой кодекс Российской Федерации. Соблюдать его необходимо, как и следить за изменениями в нем. Сейчас действительно Трудовой кодекс под редакцией за 2006 год. Много ошибок в трудовых отношениях совершают работодатели, так как некоторые предприниматели, родившиеся в СССР, помнят еще нормы советского трудового законодательства, или те, кто начали свой бизнес в постсоветские 90-е. С тех пор Трудовой кодекс Российской Федерации претерпел большие изменения. Охрана труда, составление трудового договора, оформление больничных листов, обучение сотрудников. Все эти нормы и правила работодатель обязан знать и выполнять. Еще один немаловажный вопрос в работе малого и среднего бизнеса – это так называемые черные зарплаты. Некоторые предприниматели, стараясь уйти от налогов, платят сотрудникам зарплату в конвертах, что наносит сильный ущерб бюджету района. Ситуация настолько острая становится для всего региона, что мы, безусловно, вынуждены будем предпринимать совместные усилия с налоговой инспекцией, с инспекцией по труду, с фондом социального страхования, пенсионного страхования для решения этого вопроса. С 1 января 2015 года вступает в силу новый закон о страховых пенсиях. По действующему закону выплачивается одна трудовая пенсия, состоящая из страховой и накопительной частей. По новому закону это две разные пенсии, начисляющиеся индивидуально и независимо друг от друга. Также с 2015 года увеличивается страховой стаж для подачи заявления на пенсию. В 2015 году это 6 лет, и дальше каждый год будет увеличиваться на один год. Значит, в 2016 – 7, и так далее. До 2024 года, когда минимальный размер страхового стажа достигнет 15 лет. Многие предприниматели используют труд иностранных граждан. Правильное оформление трудовых отношений с мигрантами – еще один немаловажный вопрос, затронутый в ходе семинара. С января 2012 года все иностранные граждане подлежат анкетированию в системе пенсионного страхования. То есть на всех иностранных граждан вы должны сделать страховые свидетельства и делать за них отчисления в пенсионный фонд. Семинар совещания такого типа был проведен впервые. По решению представителей администрации Ленинского района встречи с предпринимателями будут продолжаться и далее.